Угодовалая Василиса Пескун из Николаева рак крови. Жизнь девочки может спасти только пересадка костного мозга. В Украине такую операцию сделать не могут. Помочь девочке, согласились польские врачи. Но теперь дело за главным, за деньгами. Ирина Романова расскажет подробнее. За последние три месяца больничные стены стали для Светланы вторым домом. С тех пор, как ее 8-месячная дочерь Василисе. Дома в Николаеве врачи поставили страшный диагноз. Острая милоидная лейкемия. Я все надеялась, что это ошибка. Первые несколько дней не помню себя и свое состояние. Ну, просто я сидела, обнимала, постоянно плакала. Из Николаева девочку направили в столичный центр детской онкогематологии при Ахмадете. Здесь диагноз подтвердился. За это время мы прошли три блока химиотерапии. Сегодня начинается четвертый блок химиотерапии. Он длится три с половиной дня. И потом у нас будет всего лишь две, максимум три недели безопасных. Недавно к Василисе приезжала старшая сестричка. Рассказывает мама, она ждет, не дождется, когда младшенькая вернется домой. Но домой малышка попадет еще не скоро. Впереди пересадка костного мозга, без которой девочку спасти будет трудно. Нужна будет терапия в виде трансплантации костного мозга от неродственного донора, так как сестра не подошла как донор. В Украине данный тип терапии не проводится по техническим причинам. Поэтому необходимо выполнять и лечиться за рубежом. Надо сделать как можно быстрее, иначе будет рецидив заболевания. Счет идет буквально на неделю. Родители Василисы уже подыскали клинику в польском городе Быдгощ. Там их уже ждут, даже донора нашли. Но вот цена вопроса. Почти 150 тысяч евро за операцию вместе с реабилитацией. Уже собрали немалую сумму, больше половины. Осталось еще там где-то, по-моему, 40 с чем-то тысяч евро. Ну, все равно, как бы, сумма не маленькая. У нас времени буквально до 5 июня. Для того, чтобы успеть перечислить деньги клинике, для меня нет ничего важнее и ценнее, чем жизнь моей доченьки. Она еще такая маленькая, она только начинает опознавать мир. И очень страшно, что сама я никак не могу повлиять на ситуацию, к сожалению. Поэтому мне приходится обращаться к людям. Номер счета, на который можно перечислить деньги для помощи Василисе на экране. Кроме того, реквизиты можно найти на сайте подробностей.ua в разделе «Мы помогаем». Родители малышки верят, что чудо случится, болезнь отступит, и их дочь проживет долгую счастливую жизнь. Ирина Романова, Юрий Романюк. Подробности. Телеканал Интер.